всем привет мы с вами снова магазин nikea нижний новгород сегодня подготовили вам обзор по вашим просьбам это кресло point покажем расскажем покажем разрезе каркасы ответим на все вопросы которые вы задавали нам вконтакте в личку и писали в комментариях на канале комментарии к обзору пойдемте смотреть сначала хочу вам детально рассказать вообще что такое кресло point а потом уже перейдем к комбинациям цвету подушкам значит смотрите друзья мои возьмем первый попавшийся каркас да какой из них взять давайте вот на детском да на детском по понятнее светлое то закрепленное значит смотреть что из себя представляет кресло показываю сейчас кстати детская детская стоит 2 999 подушки только такого вида только изменяется по цвету есть салатовые и розовые значит это каркас отдельно продающийся мы про взрослые кресла сейчас говорим да у детского это комбинация целиком продается и подушка вот давайте начнем с каркаса что это такое каркасы делится вот на такие прямые каркасы то есть они пружинит под вашим весом и есть кресло качалки вот они кресло качалки то здесь вы полноценно покачиваетесь как вам удобно теперь давайте рассмотрим что вообще представляет из себя каркас потому что на сайте при дистанционной покупке да вообще не важно как бы ну мало кто рассматривает да что внутри вот мы нашли один такой образец каркаса из чего он сделал который можно спокойно открутить и вам показать как заявляет производитель так это и есть это многослойный шпон то есть грубо не фанера а аналог фанера до которые склеены большим большим количеством клея и много много слоев если бы это было целиковая конструкция то есть вот это было то допустим этот кусочек болвашки был не из слоеных как пирог да а из целикового массива то есть там кусок дерева грубо скажу он бы так не пружинил и плюс он очень быстро бы развалился то есть износа стойкости не было бы такой а икея дает гарантию на нормальный износ каркаса 10 лет то есть течение 10 лет он в принципе у вас не должен треснуть развалиться сломаться ну конечно на 10-летний срок гарантии не распространяется на потертости которые возникают на какие-то следы то есть все что такая как бы называется естественная эксплуатация значит каркасы у нас деле каркас у нас трех цветов вот такой вот коричневый нет кстати четырех черно-коричневого нет но мы сейчас его найдем так березовый и белый пойдем сейчас найдем черный каркас а вот же они черно-коричневый на и вот черно-коричневый здесь на мою камеру видно так теперь пойдемте детально смотреть что внутри у нас кресло как крепится подушка и так далее здесь у нас кресло качалки стоят вот давайте возьмем вот это вот значит комбинация поинг березовый шпон и кимстат бежевый комбинация стоит 8000 вы на меня ругаете что я вам не показывают цены подушка стоит 4000 каркас тоже стоит 4000 значит каркас я вам уже сказала их четыре цвета и два вида подушек гораздо больше от этого зависит цена то есть кресло например может стоить 8000 сейчас я вернусь к тому вот такая например комбинация на это уже качалка стоит 10 вот такая комбинация с подушкой из кожи крупнорогатого скота стоит без скидок получается 13 то есть ценник растет в зависимости от того какую подушку вы поставите теперь смотрим значит зависимости от того какая это подушка у нее разные крепления вот например у подушек из кожи любые к кожи отдельно крепится вот такой подголовник подушку потом детально рассмотрим и вот на такой двухсторонней ленте крепится сама подушка так моя задача сейчас снять аккуратно подушку и показать вам подробно каркас так продается это все в небольшой компактной коробочке то есть спокойно можно увезти в легковой машине домой ну либо такси если недалеко значит вот это точки крепления причем сразу оговорюсь у качалок другой механизм мы вам его покажем там есть нюансы и периодически возникает брак значит вот они четыре точки крепления здесь у нас мебельным стыплером натянута основная ткань она плотная но при этом не рвется под вашим весом протестировано до 110 килограмм 170 кстати кей заявляет но у нас родственник в новогодние праздники сидел на таком кресле вес у него 100 килограмм мужчина крупный кресло живо но кресло поскрипывала с печалью в голосе что ему было тяжело такой вес выдерживать поэтому здесь учитывайте до моменты что все таки не до бесконечности вес человека может выдержать это кресло дальше смотрим вот такие точки крепления боковых частей кресла то есть отдельно вкручивается каждый ребят реально это плюс когда вот это все на клею вот эти вот части вот эти части в процессе эксплуатации как показала наша практика как служба доставки все это вываливается вес разная эксплуатация разная кто-то сел неаккуратно кто-то подпрыгнул кого-то ребятишки покачались неудачно и если это клеевое это вываливается поэтому обращайте все-таки внимание каким образом либо уточняйте своих посредников каким образом все это дело крепится у каждого каркаса так перевернем теперь смотрите изнутри все это же ткань здесь все прострочено то есть плотный хороший шов при этом я думаю девчонки меня поймут если что-то порвется все вполне можно своими силами то есть это будет не гарантийный случай либо срок уже большой пройдет можно будет самим отремонтировать у нас есть такое кресло ему уже порядка пяти лет покупали когда ждали младшую честно просидела мне всю беременность и пока кормились было очень удобно так вот это вот такие стопорки чтобы кресло не ехал никуда и вот смотрите да какие коцки могут быть в процессе эксплуатации то есть вот это не гарантия если например у вас процессе эксплуатации вы чем-то задели уронили что-то то есть вот такие вот микротрещинки потертости вот то есть вот потертость покрытия лакового да то есть это все не является гарантийным случаем но в процессе это будет будут вытираться будут протертости от рук то есть от каких-то все таки материал не железо да по которому там можно всем чем угодно здесь вот даже следы от ногтей могут оставаться чего угодно как показала наша практика и клиенты рассказывают что стирается это не совсем быстро но тем не менее со временем подтирается то есть немножко небрежный вид через несколько лет у кресло будет так возвращаю подушку сейчас расскажем про каркас качалки а потом подушкам перейдем так кресло качалка ну тут у нас выбор не велик остальные наверху давай вот это смотреть да здесь не особо удобно отстегивать поэтому возьмем наверное вот это так убираем подушку и идем каркасу пойдем показывать значит смотрите вот о чем я вам говорила да каркас кресло качалки он дороже каркас кресло качалки стоит девять тысяч нет стоп каркас кресла нет сейчас ребят чтобы не быть голословной цену найду на память не помню каркас кресло качалки стоит 7 то есть внутри тысячи дороже сначала покажу функционал качалки потом расскажу какие косяки возникают значит вот это изогнутая часть за счет чего кресло может качаться спокойная хорошая качалка которая в принципе не переворачивается да и не так вот не ходит под вашим весом туда-сюда то есть в плане раскачивания у нас шикарно теперь нюансы если сравнивать каркас кресло качалки и обычный каркас кресло point здесь сразу видно что все вот эти крепления не вернуты а просто вклеены у нас не особо давно по осени была проблема у клиента несколько раз мы меняли ему каркас кресло качалки в итоге остановились на том что поменяли на обычное расскажу что было значит в процессе эксплуатации причем эксплуатация небольшая буквально в течение двух дней он допустим от нас пятницу забирает в понедельник у него же эта проблема появляется здесь вот сложно показать но я попробую вот смотрите а вот кстати и даже видно да вот в этот паз эта часть просто вставляется грубо налили клей и вставили зажали да у кресла более надежная конструкция и от того как вы сядете она не будет гулять здесь же буквально очень быстро все это расшатывается выпрыгивает и кресло начинает скрипеть поэтому если у вас есть уже кресло качалка point и она у вас скрипит посмотрите пожалуйста вот это место крепления это гарантийный случай ребят гарантии 10 лет если вас скрипит дуем в магазин либо к своему посреднику то есть двух сторон это одинаково я честно не понимаю почему у похожих кресел хотя у них ну сидушка до одинаковая форма вот этого часть почему нельзя сделать вот так почему нужно именно вклеивать вот по этим частям сказать ничего не могу потому что нареканий в процессе эксплуатации не было ни у кого но опять же сюда не идет нагрузка основная нагрузка идет на низ поэтому она и выпрыгивает еще такой момент хочу отметить очень часто эти кресла берут в соляные пещеры они сейчас распространены во всех городах и как показала наша практика самый оптимальный цвет для соляных пещер это береза то есть на белом коричневым и черно-коричневым со временем на белом появляется желтизна от соли на коричневых разводы белые а вот именно вот этот вот березовый каркас он сам по себе с желтинкой такой вот он даже не желтинка вот этот вот такой мягкий оттенок на котором разводы соли не заметны это уже делились наши клиенты именно своими отзывами так ну в принципе по каркасу все что хотела рассказала теперь давайте посмотрим подушки и кстати этих кресел есть еще шикарные табуретки для ног то есть если вы хотите в полном релаксе быть то еще и табуреточка нужно будет так подушки как подушки будем показывать или по тканям расскажем я думаю да это будет более удобно значит смотрите отличается все это цветом и самой фактуры ткани подушка хиларет антрацит так ну вот кстати удобнее бы наверное было и показывать да да вот хиларет антрацит ну в принципе друзья мои смотрите сейчас и уйти и уйти если раньше были поинге вот такого принципа то есть вот такой подушкой так самое держал бюджетное кресло пэла ну кстати жутко неудобно и на нем посидел пока к обзору готовились не понравилось вот с таким вот такой накидной частью сейчас такого нет то есть сейчас везде вот такие вот подголовники что вы садитесь и голова удобно располагается то есть комфортно ничего нигде не прыгает так теперь давайте по тканям хиларет антрацит состав ткани опять же все это можете прочитать на сайте здесь хлопок полиэстер искусственный шелк и лен хороший износостойкая ткань ткань будет на подкладочке но все это будет внизу внутри вы это не увидите и вот такая вот плотная рогожа кстати по цвету неплохо сочетается с фрихитонами да с диванами я думаю симпатично будет смотреться например страдмон не нравится вот это кресло больше устраивает рядом они неплохо смотрятся так еще обращайте внимание на нем сушить высушить стирать чехлы можно но если вы не соблюдаете рекомендации стирайте не на той температуре пересушили чехол ребят одеть очень сложно честно мы уже пробовали у нас была до этого бюджетная подушка вот как я вам показывал на кресло пэлла бежевого цвета мы и два раза стирали плюнули в итоге купили вот такой хиларет антрацит шикарная подушка мне очень нравится но кстати эта подушка сиденье это будет цена подушки для табурета для кресла она будет дороже так но мы сейчас рассматриваем саму ткань поэтому едем дальше шифт эбу коричневый эти вот он тоже хорошо с фрехитном сочетается вот у меня почему-то камера засвечивает то ли я под лампочкой вот более-менее вот здесь наверное перед цветопередачей то светловатая ну посмотрим что на второй камере даст так такое же шифт эбу темно-серый сравнить хочу показать вам потому что на сайте вот этих моментов не видно вот как выглядит антрацит и темно-серые цвета они все-таки разные часто обращаются по этому поводу просто показать как это выглядит так вот это бежевый шифт эбл поинга рядом нет они поинга этого фрихтона вот эта подушка и кстати смотрите вот страдмон да один в один по моему цвет и качество изготовления поэтому если вы фанат такой ткани можно вместо традмона купить поинга так дальше едем это у нас глаз м кожа крупно рогатого скота еще такой момент когда покупаете подушки из натуральной кожи пожалуйста их осматривайте у нас у клиентов были проблемы то есть привезли домой развернули кресло собрали и такие вот пятнышки внутри да то есть либо пятнышки либо грубые части которые в процессе эксплуатации будут вытираться поэтому тоже являлась браком и то есть это обменивалось давайте сейчас покажу я еще на свою камеру такая вот кожа так кимстат а вот кстати глаз и кимстат давай тоже покажем вместе это натуральная кожа а кимстат если мне не изменяет память искусственная да кимстат эко кожа шифт тэбу темно-синий так мы приняли решение что на одну камеру это будет эффективней так хиларет бежевый по моему хиларет уже смотрели а хиларет серый смотрели хиларет и шифт тэбу отличается плетением то есть у хиларет более крупные шифт тэбу вот даже если допустим вот сравнить да вот сравнение это шифт тэбу это хиларет то есть более светлое более крупные плетение если хотите чтоб кресло выглядело понежнее то берем именно вот этот цвет ну эту ткань имею ввиду так кто у нас это кимстат бежевый эко кожа ребят не говорю про цены в принципе все это можно увидеть на сайте у нас просто обзор получит очень огромный и вам будет тяжело смотреть поэтому если какая-то ткань заинтересовала ну какая-то подушка думаю это не трудно зайти на сайт и посмотреть так стенды черно-белый наша задача вам сейчас показать структуру ткани чтобы у вас было понимание подходит вам это или нет хиларет темно-синий сколько навешал весланда черно-белая кстати давай сейчас ее покажем отдельно весланда единственная у кого отдельная подушка пойдем покажем вот она вот каркас кресла с подушкой весланда то есть эта подушка съемная если она вам не нужна вы ее без проблем отстегиваете и у вас получается вот такая вот гладкая ровная подушка все подушки фиксируются липучками ничего никуда бегать и уезжать не будет так голоса светло-бежевый кожа и смидик черный вот здесь кожа крупно рогатого скота а здесь из козы кожа делают то есть более нежная кожа более мягкая возвращаемся обратно ну что хочу резюмировать мне лично кресло нравится если с ним нормально обращаться эксплуатируется оно неплохо да возникают косяки поэтому не стесняемся не боимся обращаемся в икею я думаю с этим помогут но косяки у этих кресел возникает мне отлично не нравится как сделала качалка я бы с удовольствием приобрела качалку домой но зная все вот эти нюансы показав их вам ребята честно я не вижу смысла переплачивать проще такое вот пружинящее кресло сейчас повешу назад покажу как сидится а то прошлый раз страдмоне все ворчали до комментариях что почему посидели в кресле друзья мои у каждого свои тактильные ощущения я посижу покажу но как это будет вам будете знать только вы так наводим порядок что после нас не было бардакам и пойдем сидеть давайте заодно хочу вам показать еще и кресло пэла у него максимальная нагрузка 120 килограмм но по факту я думаю поменьше потому что я сейчас вешу 73 подо мной она уже скрипит так значит вот у него подушка расстегивается наполнитель после стирки одевать будет тяжело наполнитель не помещен ни в какой чехол то есть он просто зацепается вот это кресло честно мне вообще не нравится я не вижу смысла за что платить 5000 рублей так значит показываю как это выглядит и теперь сажусь на большую камеру будет видно то есть мгновенно уезжает подушка она никаким образом здесь вот за этот хвостик ее можно зафиксировать но она почему-то вот сваливается то есть уже не эстетично да подушка тоненькая ну чем покупать пэла лучше не покупать ничего либо взять поинг то есть небо и земля да она вроде бы пружинит но вот этого эффекта расслабления как в поинге в этом кресле нет так пойдемте покажу как сидится в качалке качалка ребятки это красота да делайте пожалуйста нам ее до ума и я думаю продажи по этому креслу вырастут в разы потому что как показала практика качалку вот многие не берут из-за того что она с такими вот нюансами так еще момент смотрите не все подушки вот здесь фиксируется да то есть вот тут вот на липучке все хорошо а нижняя часть гуляет и поэтому когда встаешь подушка немножко убегает но я думаю барышни у нас все с руками зафиксировать нашить дополнительную ленту проблем не будет чтобы она не бегала так и обычное кресло у нас кстати вот такая же комбинация дома черно-коричневый каркас и вот такая же подушка тоже все хорошо комфортно давайте я отодвинусь чтобы было понимание как это пружинит то есть таком вот расслабленном состоянии можно посидеть и покемарить и еще мы табуретки подняки не показали их тоже надо показать вот видите встала и она за мной поехала теперь смотрите табуреточки сам каркас табуретки стоит 2000 ну и цена подушек варьируется от полутора до до трех даже по моему на коже ты подороже у нас здесь здесь у нас на хорошие липучки подушка она деревянная фанерная часть тоже гарантия 10 лет вот кстати хочу показать как звучит все это формованный многослойный клееный шпон с отделкой сверху покрыт березовым шпоном и прозрачным акриловым лаком основание если у кресла основание тканевое здесь основание из того же материала сделано крепежи ножки они точно такие же как ну у кресла не стоят на этой части они просто с краю остается вот смотрите да здесь пенополиуретану бюджетный конечно но тем не менее он не зацепается и если вы постирали чехол соблюли все правила то он принципе обычно нормально одевается обратно потому что серый вот хиларет мы уже стирали проблем с ним не было возвращаем на исходное ну что по креслам point мы вам показали рассказали все ждем ваши комментарии обратную связь мы пойдем снимать еще один обзор